Слава Богу! И ко мне пришли на память слова из приветствия, которое обычно мы можем видеть в посланиях апостола Павла, а также в посланиях апостола Петра. Там написано, что благодать и мир вам доумножатся. Знаете, я верю, что это больше, чем просто приветствие. Каждое послание началось этим, потому что это действительно важно. Если в нашей жизни нет благодати Божьей, если в нашей жизни нет мира Божьего, мы несчастные люди. Но когда мы приходим к Господу, мы входим в благодать Божью. Когда мы приходим к Господу, у нас есть доступ к миру Божьему. И согласитесь, в такие времена, как в эти, в которые мы с вами живем, так важно быть наполненными миром Божьим. Аллилуйя! Поэтому благодать и мир Божий вам доумножатся. Аллилуйя! Хорошо. Сегодня я проповедую на тему молитвы на иных языках. Я попросил бы сейчас вывести на экран название моего сайта, потому что специально для этих служений я написал статью, которая называется «Важность молитвы на иных языках». Я понимаю, что, конечно же, не так можно действительно подробно поговорить об этом в течение 40-50 минут на служении. Но в этой статье я более подробно отразил то, что я посчитал важным в отношении молитвы на иных языках. И вот внизу на белом фоне вы видите название сайта www.finaev.org. Служение, утвержденное сердце. И как вы знаете, что Бог призвал меня для того, чтобы проповедовать и учить Слово Божье. И все это предназначено для того, чтобы вы были утверждены в истине. Аллилуйя! Так замечательно быть утвержденными. Знаете, я сегодня смотрел на эту эмблему и на этот призыв, который мы постоянно повторяем в церкви. «Идем глубже, идем выше». Вы видели, да, там корни, корни, которые уходят глубоко. Это напоминает мне 1 Псалом. Кто из вас помнит, что там написано? «И будешь ты», да, блажен муж, и дальше написано, «И будешь ты, как дерево, посаженное при потоках вод». Я верю, что мы с вами посажены при потоках вод. И я верю, что Бог хочет, чтобы наши корни все больше и больше углублялись. Так что никакие ветры проблем, катаклизмов, каких-то неурядиц не смогут нас вырвать и сломать наше дерево. И мы будем зеленеть во имя Иисуса Христа. Мы будем приносить плод свой во время свое. И во всем, что мы делаем, мы будем преуспевать во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Ох, меня это радует. Итак, вы можете зайти прямо на страницу. Если вы не знаете, как заходить в интернет, спросите ваших детей или внуков, или правнуков. Они вам в этом помогут. Прямо на самой центральной странице, на главной странице, вы увидите самую первую статью «Важность молитвы на иных языках». Читайте ее, назидайтесь, пусть откровение Божие наполняет и переполняет вас. Хорошо. Итак, сегодня я проповедую на тему молитвы на иных языках. Скажу вам сразу, что когда я спасся в 93-м году, некоторые из вас уже не слушают меня, считают, сколько мне лет. Прекратите считать. В 93-м году я спасся. Мне было 19 лет. И знаете, мои первые шаги в моем духовном становлении, конечно же, были очень такими необычными. Вы представляете, это был только-только развал, Советский Союз развалился, и был такой духовный голод, который ощущали все люди. Я был молодым человеком, который очень жаждал, знаете, сверхъестественного. И знаете, сверхъестественное само по себе, в этом нет ничего плохого, но только когда это сверхъестественное приходит от Бога. Мы с вами живем в последнее время, когда мы будем видеть сверхъестественные вещи. Но так важно понимать и принимать и сверхъестественное только из одного источника для нас с вами, как верующих, из Бога. Аминь. И я жаждал так сверхъестественных вещей, и, конечно же, я соприкасался с ними. И тогда я только-только начал, знаете, соприкасаться с молитвами на их языках. Знаете, если вы первый раз здесь, я не могу много посвящать времени сейчас, объяснять, что такое крещение Духом Святым, что такое иные языки. Но в двух словах, когда человек приходит к Иисусу Христу, его дух рождается заново. Если вы знаете меня и те учения, которыми я делюсь здесь, в Благой Вести, в других церквях, через проповеди на сайте, вы знаете, что я всегда люблю повторять одну и ту же фразу, которая основана на первом послании к Фессалоникийцам 5.23. Нам написано, что Бог сохранит ваш дух, душу и тело во всей целости без всякого порока в пришествии Господа Иисуса Христа. И мы с вами знаем, что человек – это дух. У него есть душа, воля, разум и эмоции. И все это находится в физическом теле. Мое тело – это не я настоящий. Это всего лишь оболочка или дом, или костюм для настоящего меня. Поверните своему соседу и скажите, «Ты дух». С уважением, конечно, так. Ты есть дух. Аллилуйя. Итак, мы являемся духом. Это истинный. Знаете, в Библии очень часто, в Ветхом Завете, есть фраза «сердце человека». Сердце. Знаете, когда Библия говорит о сердце человека, то речь идет не о физическом органе, который качает кровь. Чаще всего это говорится о сердцевине, о центральной части человеческого существа, о самой главной части. Когда человек не принял Иисуса как Господа, он находится в отделенном состоянии от Бога. Между человеком и Богом, человеком, не рожденным свыше, есть пропасть. И он не спасен. И если человек в таком состоянии умирает, к сожалению, я говорю вам истину из Писания, но он идет в ад. Но слава Богу, что нам не нужно сегодня идти в ад, потому что есть Спаситель Иисус Христос, который взял на себя наши немощи, который взял на себя наши грехи, который взял на себя наши наказания, чтобы дать нам связь с Богом, чтобы мы могли быть рожденными свыше людьми, чтобы мы могли быть спасенными людьми, в жизни которых Иисус является Господом и Спасителем. Я знаю, что это произошло со многими из вас, и если вы сегодня без Иисуса Христа, если Иисус не является Господом и Спасителем в вашей жизни, и вы не можете четко ответить на этот вопрос, «Я не знаю, я не уверен», тогда вам точно нужно будет сегодня принять его как Господа и Спасителя и отдать свою жизнь в руки Бога. Знаете, лучше всегда действительно жить, когда ваша жизнь в руках Бога, а не в руках обстоятельств, не в руках дьявола, не в руках проклятия. Аллилуйя. Итак, когда человек рождается свыше, рождается свыше его дух, мы знаем, но душа и тело, они не изменяются, они не перерождаются, они остаются точно такими же. Я знаю, что некоторые женщины, возможно, желали бы, чтобы что-то физически еще изменилось, но, к сожалению, вернее, не к сожалению, а слава Богу, что самая главная часть нашего человеческого существа перерождается, это наш дух. Что происходит после этого? Когда мы получаем от Бога новый дух, потому что во 2 Коринфянам, в 5 главе, в 21 стихе написано, и так то во Христе, тот новое творение, абсолютно новое творение. В одном из переводов написано, такой вид существа, который никогда не существовал раньше, потому что Бог при рождении свыше забирает ваш старый греховный проклятый дух и дает вам новый дух, и это отделенный для него дух, это дух чистый, искупленный кровью Иисуса Христа. И именно в таком духе может обитать Бог, потому что цель Бога не просто спасти вас, а вселиться в вас и жить в вас. Аллилуйя! Это цель Бога, чтобы он мог проявить себя. И смотрите, когда Бог вселяется в наш дух, он вселяется духом святым. Теперь внутри меня и внутри вас, если вы рождены свыше, Иисус является вашим Господом, живет дух святой. И что он там делает? Знаете, мне нравится, когда Иисус говорил о духе святом в 14, 15, 16 главах Евангелия Теана. Вы можете дома посмотреть, но это фактически последние часы, последние моменты, которые Иисус проводил здесь на земле вместе с своими учениками. И когда он сказал, что все, я буду распятый, меня дадут на поругание, и я умру, и затем воскресну. Ученики очень расстроились, потому что они привыкли быть рядом с Иисусом. Они привыкли, что Иисус действительно заботится о них, помогает им. И это действительно атмосфера мира Божьего, покоя Божьего. И они сказали, Иисус, Он сказал, не смущайтесь, Я пошлю другого утешителя. Знаете, в греческом это звучит так, что Я пошлю вам точно такого же, как Я, и Он будет обитать с вами и будет обитать в вас. И Иисус говорил о духе святом. И там Библия упоминает духа святого в качестве утешителя, заступника, помощника и много-много разных других качеств. Поэтому дух святой, который живет внутри вас сейчас, как раз-таки готов и хочет делать это в вашей жизни. Позволим ли мы ему это делать? Конечно же, это не будет происходить, когда мы абсолютно не обращаемся к Писанию, когда мы не проводим время в молитве. Не за того, что Он не хочет это делать, просто мы будем настроены на совершенно другую волну. Мы будем проводить время в плотских вещах. И нет ничего плохого, чтобы жить повседневно и заниматься обычными делами. Но так важно уделять время каждый день для Бога, чтобы Бог мог изменять нас, чтобы Бог мог развивать нас, чтобы Бог мог помогать нам обновлять наше мышление. Чтобы дух святой мог служить нам, чтобы потом мы в этом измененном состоянии служили этому погибающему миру. Знаете, есть столько много людей, для которых вы вместе с духом святым будете ответом. Иногда нам кажется, что мы будем просто молиться, о Господь, сделай что-нибудь. О Господь, я молюсь. Я просто сижу здесь и я никуда не собираюсь идти. Я ничего не собираюсь сделать. И ты просто сам сверхъестественно будешь изменять людей и ситуации по всему миру. Конечно, такое происходит. Есть сверхъестественное вмешательство. Но основная цель Бога, почему Он вселился в нас, чтобы идти и говорить, и проразглашать свою мудрость и истину через нас. Чтобы через нас мы возлагаем руки. Его сила течет, сила людей, и они исцеляются. Мы говорим слова спасения, и через нас Бог доносит слова спасения другому человеку, и Он спасается. Потому что мы названы телом Иисуса Христа. Я хочу спросить вас, был ли Иисус Христос сверхъестественным? Конечно. Конечно. Сегодня вы являетесь телом Иисуса Христа. И вы сверхъестественны, как и ваша глава, как глава тела Иисус Христос. Аллелуи. И знаете, когда я говорю об этом, я уже упомянул, что у человека есть дух, у него есть душа, и он живет в теле. И так Дух Святой обитает в нашем духе. И есть такой момент, который называется крещение Духом Святым. И когда мы получаем крещение Духом Святым, то знаменем этого являются иные языки. Что это такое? Это способность говорить на языках, языке или языках, которые дает Дух Святой прямо нашему духу, нашему языку. Причем это язык, который мы не изучали. Это сверхъестественная способность говорить на ином языке, который творит Дух Святой и дает нам. Знаете, есть такие вещи потрясающие в мудрости Божией, которые невозможно выразить даже человеческим ограниченным мышлением. Это способно... Мы можем выразить это только при помощи того языка, который творит Дух Святой и дает его нашему духу. И молитва на их языках является величайшим благословением для нас с вами. Это сверхъестественное действие. И когда я не понимал этого, для меня молитва на языках казалась чем-то серым, скучным и обыденным. Вообще, первый раз, когда я услышал про иные языки, знаете, я пришел на домашнюю группу, я только-только покаялся, поэтому очень хорошо быть на домашней группе. Если вы что-то сегодня не поняли, приходите посредине недели на домашнюю группу, задавайте вопросы. Там замечательная атмосфера. Там за вас помолятся, помогут вам ответить на ваши вопросы. Потрясающе. Но когда мы уже после домашней группы с моим другом сели в машину, с нами ехала сестра еще из церкви. И знаете, она была так радостна, она была так, знаете, в таком состоянии благоговейном. И она сказала одну фразу, такую, я сегодня заговорила на иных языках. Я, правда, не помню, чем языки отличаются от языков, но это было ее ударение, неважно. И знаете, я по своей наивности спросил, вы на английском заговорили? Она, нет, я заговорила на иных языках. Я подумал, что такое иные языки? Позже я был уже в церкви на служении, и наш пастор, который основал церковь Иисуса Христа в городе Минске, Вениамин Брух, после проповеди, знаете, он начал молиться на иных языках. И рядом со мной стоял лидер моей домашней группы, моя будущая жена. Еще одна причина, почему хорошо и благословенно ходить на вашей группе. Вы можете встретить хороших людей. Аллелухи. Знаете, для того, чтобы пояснить мне совсем новому, свежему человеку, что же происходит такое, она сказала, он молится на том языке, который он не учил. Это тот язык, на котором молились апостолы во время деяния апостола. Я подумал, какой-то древний язык, язык, который он не учил. И он на нем говорит, я окончательно запутался вообще. Что же это такое? Третье событие. А я опять был на домашней группе. И уже мы с моим другом были готовы принять крещение Духом Святым. Но, как вы понимаете, 1993 год, это был только-только, знаете, Советский Союз развалился. И церкви, как вот, такие церкви, они только-только появлялись. Знаете, моя бабушка, она была такая проницательная женщина. Она сказала, знаешь, я как-то вот не очень хорошо себя чувствую, что ты вот ходишь в эту современную церковь. Ты смотри там глубоко, ни во что не вовлекайся. И когда к тебе что-то будут предлагать, ты смотри аккуратно, не соглашайся сразу. Поэтому, когда на домашней группе предложили, кто хочет креститься Духом Святым о молитвенных языках, и сказал, спасибо, слова бабушки внутри меня звучали. Я не считаю, что это было благословением, но, знаете, у Бога был свой путь, знаете, у Бога хорошее чувство юмора. И вот мой друг, он уже, знаете, стоит, он молится, и его ведут в этой молитве, ему говорят, значит, он говорит такие слова, что, отец, я прошу у тебя Духа Святого, ты, если я попрошу у тебя хлеба, не дашь мне камня, если я попрошу у тебя, это библейская молитва, если я попрошу у тебя рыбы, ты не дашь мне змеи, тем более ты дашь мне Духа Просящего тебя, прошу тебя наполни, переполни меня Духом Святым, со знамением в говорениях на их языках. Знаете, он молится, а я сижу и молчу, я сижу на кресле и смотрю на него, и молчу, и молчу, и потом, знаете, его ободряли молиться. То есть, когда он закончил эту молитву, сказал Аминь, вся группа начала молиться на их языках, ему сказали, знаешь, не смущайся, слоги или вот эти звуки или фразы, которые ты даже не будешь понимать, начинай их говорить, потому что именно ты начинаешь говорить эти слова, которые дает тебе Дух Святой провещевать. Знаете, и он начал говорить на иных языках, и знаете, что я в суде Вилене обнаружил? Что я сижу на кресле, и знаете, я как бы раз тоже решил, как, знаете, свои уста открыть, я начал говорить на иных языках. Дух Святой сошел на меня, не то, чтобы я не хотел этого, но, наверное, в голове у меня были слова бабушки, но в сердце у меня было искреннее желание знать Бога. И Дух Святой сошел на меня, и я начал молиться на иных языках, и с тех пор, слава Богу, я очень рад, что это произошло еще тогда, в 93-м году. Но скажу вам честно, с 93-го года по 99-й год у меня не было хорошего откровения о молитве на иных языках. Не потому, что меня не учили, наверное, я просто был неусерден в этом. Я не очень, знаете, сильно углублялся в эту тему. И в 99-м году я почувствовал, что все, наступает 2000-й год. Какой-то рубеж особенный для меня, и на самом деле для меня это было особенное время. Я говорю, Господь, я хочу знать Тебя больше. Я хочу углубляться в Тебя. Я хочу, знаете, вот идем выше, идем глубже, что-то в этом роде. Я говорю, Господь, я так хочу знать Тебя. И знаете, что я начал делать? Я стал отделять для себя время, в течение которого я буду искать, в которое я собирался искать Бога. Молиться на иных языках, поклоняться Богу, прославлять Его, исповедовать Его Слово. И я начал это делать. И знаете, с того времени, где-то с 99-го по 2001 год у меня заняло время, чтобы научиться дисциплинировать себя. Да? Потому что дисциплина – это очень важная вещь. Дисциплина нужна не для Бога, а для нашей плоти. Знаете, для Бога все равно. Знаете, сколько Вы, 15 минут помолились, или час? Конечно же, не все равно в некоторой степени, но Он готов и будет рад работать и изменять Вашу жизнь в течение даже тех 15 минут. Но это время, дисциплина больше нужно для меня, потому что наша плоть, ей свойственно, знаете, отвлекаться, ей свойственно выпадать из каких-то духовных вещей и быть неусердным в этом. Итак, к 2001 году я уже молился на их языках час в день. Я засекал время. Знаете, почему я именно говорю такие практические вещи? Потому что будет хорошо, если Вы начнете с определенного отрезка времени, который Вы будете засекать для себя по часам. Еще раз говорю, это не для Бога. Мы не для Бога засекаем время. Вот Бог дает тебе час. В общем, работаем в моей жизни. Нет, конечно же, не так. Мы засекаем это время, и даже если Вы начнете с 15 минут, уже будет хорошо. Но это будет изо дня в день. Изо дня в день. Итак, с 2001 года я начал молиться на иных языках около часа в день. Я хочу Вам сказать, что это действительно настолько сильно изменило мою жизнь, что фактически вот то, что я стою сегодня здесь и служу Вам, Словом Божьим, является прямым результатом того духовного процесса роста и развития, которые происходили в течение всего этого периода, когда я молился на иных языках. И знаете, где-то чуть позже, несколько лет, я уже упоминал об этом на предыдущем собрании, Бог дал мне фразу. Я услышал ее в духе. Я услышал ее не физическими ушами. Как Вы понимаете, что когда мы рождаемся свыше, наш дух, он оживает, и он становится восприимчивым к Богу. И поэтому в основном, как мы слышим Бога, это в своем духе. Бог, конечно же, может проговорить Вам так, что Вы услышите его физически, но это скорее будет чудесным, чудотворным вмешательством. Это будет чем-то вроде исключения. В основном, Вы будете слышать Бога внутри. И если сейчас Вы задаете вопрос, ну а как мне отличить свои мысли, мысли Бога, а может быть вообще дьявол говорит, знаете, что просто проводите время в Слове Божьем, в молитве, в поклонении, и Вы будете все четче и четче разбираться в голосе Божьем и слышать его. Итак, я услышал эту фразу. Знаете, какую я фразу услышал? Ключи к сверхъестественному. Вам интересно, что это за ключи? Вот мне тоже было интересно тогда, но я услышал всего лишь одну фразу. Я знаю, что Бог поощряет работу. Аминь. Бог поощряет духовную работу и духовный труд. В первую очередь, и затем физически. Потому что можно физически трудиться без Божьей воли, и эта работа будет, знаете, есть фраза, эта работа убивает меня. Но если мы потратим время и найдем волю Божью, и будем двигаться за Богом, то физическая работа, правильная Божья работа, станет результатом духовной. Поэтому если сейчас Вы ощущаете, что Вы не там, где Вы должны быть, конечно же, не бросайте сейчас все это сразу же, но начинайте молиться, искать Бога, и Вы обязательно увидите, к чему Бог Вас приготовил. Вы обязательно узнаете волю Божью, и Бог поможет Вам выбраться из нынешнего состояния и перейти в то, что называется совершенная воля Божья. И ключом к этому одним является молитва на иных языках. И знаете, с 2004 года, я говорю, Господь, мне нравится эта фраза, ну открой мне, что же это за фраза? И через Слово Божье, через молитву, через поклонение, через время, проведенное с Богом, Бог начал открывать один ключ за другим. Я Вам сейчас их быстро перечислю. Знаете, я очень могу увлечься, начать проповедовать о каждом из этом ключе, но сегодня наша тема это молитва на иных языках. Итак, первый ключ. Объясняю Вам, что это происходило в течение 6 или 7 лет, фактически, с 2004 по 2011 год. Знаете, эти ключи один за другим добавлялись. Я начинал видеть новые грани. Дух Святой открывал по мере моего обновленного мышления, знаете, духовного развития все больше и больше. Ты видишь некоторые вещи. Я Вам назову эти ключи. Я считаю это основными ключами к сверхъестественному. И знаете, еще хочу сказать одну вещь. У нас никогда не должно быть такого понимания, что мы можем заработать Божью силу какими-то своими делами. Когда я говорю о, например, молитве, я не могу сказать вам так, молитесь 10 часов, и тогда Бог даст вам свою силу. Во-первых, Бог уже дал вам свою силу. Это благодать, незаслуженное благоволение Божье. То, ради чего мы не трудились. Он уже дал нам. Поэтому, когда мы молимся, мы теперь молимся 10 часов с правильным мотивом. Не для того, чтобы заработать и сказать, Бог, дай мне эту силу, а для того, чтобы помочь раскрыть эту силу и высвободить ее. Вы понимаете, о чем я говорю? И когда я говорю о ключах к сверхъестественному. Итак, первый ключ. Первый ключ – это размышления над Словом Божьим. Вы помните мои прошлые проповеди здесь, в церкви, и я уже упоминал об этом, но я говорю о глубоком размышлении над Словом Божьим. Вы знаете, что вот эта книга – это не просто книга. Для меня это материализованный голос Бога. Представьте, вы знаете потрясающего человека, который наполнен мудростью, и вы с ним общаетесь, и вы говорите, я ничего не запомнил за один раз, конечно же, но было бы хорошо, если бы кто-то взял, напечатал его слова мудрости для меня и дал мне их, чтобы я мог обращаться к ним снова, снова и снова. Поверьте мне, вот это Слово Бога для нас с вами, к которому мы можем обращаться каждый день, и для меня Слово Божье – это дверь сверхъестественная. Сверхъестественное Божье. Я знаю, что когда вы углубляетесь в Слово Божье и открываете эту дверь, сила Божья преобразует ваше мышление так, что вы начинаете действовать в исцелении, в дарах Духа Святого, вы развиваетесь духовно, и сила Божья начинает беспрепятственно течь через вас. Аминь. Итак, вы можете размышлять на Словом Божьем. Размышление – это не просто чтение Слова. Знаете, сегодня мы можем читать Слово Божье, это хорошо, мы можем читать Слово Божье по расписанию, это замечательно, но также у нас должно быть время размышления на Словом Божьем, когда мы берем и прокручиваем какое-то местописание или какой-то отрывок снова, снова, снова и снова. Вы можете прочитать эту историю о том, как Иисус исцелял женщину с кровотечением, вернее, женщина прикоснулась к Нему, и затем идти на работу и размышлять об этой истории. В перерыве на кофе вы снова размышляете о ней. Во время обеда вы снова возвращаетесь к этой истории. Приходя вечером домой, вы снова возвращаетесь к этой истории. Время от времени возвращаетесь. Ложась спать, вы снова возвращаетесь к этой истории. И таким образом это, знаете, Как будто вы расщепляете атом, и это энергия. Это ядерная энергия или энергия откровения. Она просто высвобождается в вашу жизнь. Это сверхъестественно. Процесс размышления над словом. Второе. Это молитвы на их языках. Мы сейчас будем говорить об этом чуть подробнее. Это второй ключ к сверхъестественному. Они не идут по порядку. Это первое сначала, а потом второе сделаешь. Нет, это просто ключи. Я их нумерую для удобства. Второе. Это молитвы на их языках. Третий ключ. Это поклонение. Я говорю сейчас не о поклонении в церкви. Это замечательно и хорошо. Но я говорю о ежедневном поклонении. И знаете, какой смысл в поклонении? В том, чтобы мы постоянно благодарили Бога, поклонялись Ему, даже посреди самых тяжелых обстоятельств. И знаете что? Наибольшую силу хвала имеет как раз таки, когда вы находитесь в стесненных обстоятельствах. Наибольшую силу. Поэтому, когда вы чувствуете себя ужасно, вы не то, что на дне, а ниже дна уже чувствуете себя, самое время начать поклоняться Богу, потому что взрывная сила Божья, она просто готова высыпается в вашей ситуации. Вспоминайте апостола Павла и апостола Силу, которые сидели там в темнице. Им было очень плохо, но они воспевали Господа. Я верю, что они воспевали Господа и на языках, они воспевали Бога и на своем родном языке. Узники слушали их, но результатом этого была взрывная сила Божия. И потряслось то место. И поколебалось основание темницы. Двери темницы открылись. Узы у них упали. И они были свободны. И они еще привели к покаянию всю ту тюрьму. И начальник той тюрьмы стал пастором той церкви. Аминь. Аллелухи. Поэтому мы должны действительно, знаете, хорошая привычка, поклоняться Богу постоянно. Знаете, мне потребовалось время. Я точно такой же, как и вы. Я выхожу на улицу, я рассматриваю киоски, рассматриваю людей, но мне потребовалось время, чтобы начать поклоняться Богу постоянно. Я говорю, Господь, я благодарю и славлю Тебя. Я благодарю и славлю. Я начинаю поклоняться Богу за определенное обетование. Я начинаю поклоняться Богу, потому что просто Он замечательный и чудесный. Я начинаю поклоняться Богу за то, что сила Божия действует в моем теле, и никакие симптомы болезни не возьмут вверх. Я благодарю Бога за то, что всякая нужда моя восполнена по богатству Божьему славе Христом Иисусом. Я благодарю Бога за то, что ни одно оружие, сделанное против меня, не будет успешным, и всякий язык, который соседает со мной на суде, я обвиню. Аминь. В этом есть взрывная сила Божья. Еще один ключ к сверхъестественному – это исповедание Слова Божьего. Исповедание Слова Божьего. Когда вы берете и исповедуете Слово Божье, обетование Слова Божьего, снова и снова и снова. И если вы сейчас являетесь самым, как говорится, уже таким уже, ну, законченным пессимистом, это самое время начать провозглашать Слово Божье, когда вы чувствуете как раз-таки себя ужасно. Знаете, мне нравится Иисус. Иисус понимал, с чем ему придется встретиться, но Он говорил своим ученикам, я умру и воскресну на третий день. Он исповедовал обетование, которое Он увидел в Ветхом Завете относительно себя. Ты не оставишь души моей в аду и не дашь святому твому видеть пление. Иисус знал Писание, и Он цитировал его, и Он утверждал его своими устами. Это ключ к сверхъестественному. Еще один ключ к сверхъестественному – это пост. Аллелухи. Спасибо за ваш энтузиазм в отношении поста. Но пост – это просто потрясающая вещь. Аллелухи. Я знаю, что вот только-только закончился пост 21-дневный, да? И я рад за вас очень, на самом деле. Очень рад за вас. Аллелухи. Когда вы ставите плоть на свое место и говорите, плоть, не ты руководишь мной, я рожденный свыше дух, я главенствую в моем теле, и мне не важно, что я чувствую, вижу и ощущаю, я принимаю откровение от Бога, я верю в это откровение, я применяю его, и во имя Иисуса Христа ты плоти не остановишь меня. Если у вас проблемы, знаете, я говорю сейчас, я говорю прямо от своего духа, если у кого-то проблемы с порнографией, возьмите пост. Возьмите пост и вы увидите, как вам будет легче справляться с этим. Потому что так сейчас вы просто поглощены этой плотью и подавлены плотью. Ваш дух ослабел. И вам нужно взять пост, чтобы, знаете, это истинное слово Божие, оно действительно утвердилось, и просто с новой силой начало действовать в вашей жизни, что тело, оно мертвое из-за греха, но дух, он жив из-за праведности. И когда мы начинаем поститься, мы позволяем жизни Божией выходить из нашего духа и течь в нашу душу, проходить через наши эмоции и через наше тело. Аминь. Аллилухи. Итак, вернемся к языкам. Когда я начал молиться на их языках, я понимал, что есть время, когда мы можем молиться на их языках публично. Это больше описывается в Библии как дар Духа Святого. Есть такое понятие, как высказывание на их языках. Например, если кто-то бывает на служениях, на молитвенных служениях, на других служениях, и Дух Святой сходит на него, и он начинает вдруг говорить какую-то, знаете, целую фразу или послание на их языках, и тут кто-то говорит, у меня есть истолкование, то это высказывание на иных языках является публичным служением на иных языках. То, о чем я буду говорить сегодня, называется личная молитва на иных языках. Знаете, когда апостол Павел разбирался с неразберихой, которая возникла в Каримфской церкви, в 1 Коринфянам 14 главе апостол Павел писал, что когда я прихожу в церковь, то я лучше скажу, знаете, слова на вашем родном языке, нежели тьму слов на непонятном. Потому что когда я лично молюсь на иных языках, то я назидаюсь, но слушающий меня не назидается. Поэтому в церкви он говорит, я хочу сказать много слов на понятном вам языке. Понимаете? Вы бы сейчас, наверное, не очень были рады, если бы я вышел и вот 50 минут говорил к вам на языках. Конечно, кто-то бы из уважения, наракивал бы и говорил, да, аминь, да. Отличная мысль, здорово. Вы не поняли, потому что вы не назидаетесь. Для меня лучше помолиться дома, прийти сюда и прийти уже с откровением или с пониманием того, что я говорил в молитвенных языках. И Павел разбирался. Потом Павел говорит, а я вообще больше всех вас говорю на их языках. Они говорят, где? В церкви? Ты же говоришь, я говорю на родном языке, лучше 5 слов сказать умом, чтобы других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. Он говорит, не понимаете, нет, смотрите, когда я иду из одного города в другой, у меня есть мое личное молитвенное время, я постоянно молюсь на иных языках. Поэтому, если вы меня спрашиваете, как молиться на иных языках, очень хорошо, если у вас будет отделенное время, 15 минут, когда вы, в принципе, тайной комнаты, закроете за собой дверь, или если у вас где-то тайной комнаты, найдете какое-то укромное место, пусть это даже будет не дома, где-то на улице, в парке, вы где-то будете один на один с Богом. Вы можете молиться 15 минут, дальше я говорю вам, вы войдете во вкус, у вас уже будет 30 минут, час, два, три, сколько у вас будет возможности по времени. Также вы можете молиться, когда вы идете на работу. Это плюс к этому, к вашему отделенному времени. Вы можете молиться, когда вы моете посуду. Вы можете молиться, когда вы где-то едете в транспорте, тихонько. Знаете, в начале 90-х было такое, знаете, незрелое такое поведение у некоторых верующих, они громко и показательно молились в транспорте, чтобы все видели. Ну, знаете, все, что мы делаем, должно делаться на основании любви. Аминь. Благодать Господа Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение с Твоей Духой со всеми нами. Должна быть любовь Божия. Не должно быть никакого, знаете, превозношения. Но вы можете тихонечко молиться себе. Я вспоминаю историю, которую описывал Кеннет Хейген в своей книге. Он пришел в парикмахерскую, я не знаю, в каком это году было, знаете, когда Кеннет Хейген говорит, я помню в 1940 каком-то году. Думаю, это очень было давно. Ну, в общем, он пришел в парикмахерскую и он начал, значит, он сидит в кресле и парикмахеры между собой начали использовать нецензурные слова, какие-то нехорошие, шутки какие-то неприличные. Говорит, я потихоньку начал молиться на иных языках, чтобы назидать себя на святейшей вере. Вы находитесь подобных, в транспорте что-то происходит или еще где-то. Во-первых, возьмите власть над дьяволом. Ну, тоже, знаете, не так уж прямо громко. Так, возьми, Иисуса, я беру власть. Потому что неважно, громко говорить это, тихо. Сила не просто в громкости вашего голоса, сила во власти, в откровении, которое у вас есть внутри. Аминь. И молитесь на иных языках. Итак, помимо времени отделенного, вы можете молиться в любом месте, в любом состоянии, на иных языках, и это будет иметь силу. Аминь. И знаете, Бог начал учить меня. И есть три основных местописания, которые мне очень нравятся в отношении молитвы на языках, именно личной молитвы на языках, моего личного молитвного времени. Итак, мы уже увидели, что эту молитву производит Дух Святой. Это сверхъестественно на самом деле. Некоторые задавали вопрос, Сергей, скажи, могу ли я молиться вот так вот, как я вот захотел, принял решение сразу молиться на языках. Может быть, нужно какое-то особое состояние, чтобы только Дух Святой его, значит, начал, а так сам по себе я не могу молиться Духом Святым. Знаете, в 1 Коринфянам, можете просто пометить себе 14-15, Павел говорит, что же делать? Стану молиться Духом. Стану молиться умом. Буду петь с Духом, буду петь умом. Знаете, вот эта фраза стану молиться говорит о том, что он просто принимает решение. Если бы он сказал, вот когда Дух Святой только особо на меня найдет, вот тогда я могу молиться Духом Святым. Он сказал, нет, стану молиться Духом. То есть, вы говорите, я сейчас буду молиться Духом. Открываете свой уста и начинаете говорить эти слова на ином языке, которые дают вам Дух Святой. И потом останавливаетесь точно так же по своей воле. Потом опять начинаете молиться. И Дух Святой всегда готов помогать вам в этом. А для этого Он там, чтобы помогать, вести, давать этот молитвенный язык. Хорошо. И первое место Писания это послание Иуды, 20 и 21 стих. Не спрашивайте меня, возмущенный, какая глава. Конечно, если вы первый раз в церкви или недавно, это вам простительно. Там одна глава всего лишь. Вам стоило бы знать. И Иуда это не тот, который предал Иисуса. Знаете, я когда родился свыше, я открыл Библию и увидел послание Иуды, думаю, да ну, что вы читать? Иисуса предал. Еще послание какое-то написал. Но Иуда это сводный брат Иисуса. Как вы понимаете, Иисус это был зачат непорочно в чреве Марии, но затем у Марии и Иосифа были еще дети. Как раз таки апостол Иаков, послание, которое мы читаем, и апостол Иуда, который участвовал в написании этого письма, которое Бог поместил в канон Нового Завета. Это как раз таки сводный брат Иисуса. И вот он пишет, а вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. И знаете, вот это слово назидать, есть несколько аспектов, которые мы можем с вами разобрать. Я верю, что когда мы назидаем себя на святейшей вере нашей, молясь Духом Святым, мы действительно помогаем силе Божией течь за пределы нашего духа, так что мы становимся пропитанными силой Божьей. Аминь. Мы становимся пропитанными силой Божьей. Потому что если вы хотите быть постоянно, знаете, на хорошем уровне силы Божьей, быть пропитанными, молитесь на иных языках. Я не говорю, что это единственное, почему сила Божья может высвобождаться, но это хорошее, действительно, средство. Извините за такое выражение. Это хороший способ того, как мы можем постоянно ходить наполненными, переполненными силой Божьей, назидая себя. Кто-то говорил, что это можно сравнить точно так же, как вы заряжаете телефон. Иначе электричество, ток всегда есть в проводах. Сверхъестественная сила всегда есть в нашем духе. Но вы просто берете, начинаете молиться, и вы аккумулируете его не только на теле, на вашем духе находится, но и в вашей душе, и в вашем теле. Аминь. Это здорово. Постоянно быть наполненными и переполнен силой Божьей. Но второе значение этого слова назидать, мне больше оно нравится, это значит строить. Представьте себе, что вы находитесь в проблемах. Ничего себе представлять. Все мы сталкиваемся с проблемами. И вы не знаете, как из них выйти. Для вас это лабиринт. Вы вроде бы думаете, сейчас я пойду направо, потом поверну, пойду прямо, потом поверну направо, потом опять пойду прямо, поверну налево, еще раз налево, еще раз направо, и там будет выход. И вы приходите, там стена, вы уткнулись в тупик. Что делать? И вы пытаетесь включать свою логику. Я не против логики, я не против естественной мудрости, но я больше опираюсь на Божью мудрость и на сверхъестественную логику Божию, которая приходит через молитву на иных языках. И вот вы туда, и сюда, и у вас стена, и тупик, и вы не знаете, как двигаться дальше. И тут вы говорите, а, у меня же есть Дух Святой. Я говорю, это благоговейно. Скорее всего, мы есть у Духа Святого. Но я говорю благоговейно, что в нас живет Дух Святой, и Дух Святой, я открываю свои уста, и ты даешь мне слова этой сверхъестественной молитвы, которая является мудростью Божией, и я начинаю назидаться, то есть я начинаю строиться все выше, выше, выше. И вдруг я уже над этим лабиринтом, и я получил мудрость, и я знаю, как выйти оттуда. И именно это назидание пришло благодаря молитве на иных языках, которые давал Дух Святой. Знаете, есть духовный закон молитвы. Мне кажется, Бог и так все знает. Чего нам молиться? Есть духовный закон молитвы, что когда вы чего говорите по воле Божьей, я цитирую 1 Иоанна, по-моему, 5 глава, то он слышит нас. И когда... Давайте я лучше открою. 1 Иоанна, буквально назад страницу, две страницы, 15 стих, 5 глава. А когда мы знаем... И вот какое дерзновение имеем мы к нему, 14 стих, что когда просим чего по воле, его он слушает нас. А мы сейчас с вами увидим, что молитва на иных языках это молитва совершенной воли Божьей. Когда мы просим чего по воле, его он слушает нас. А когда мы знаем, что он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем, просим мы от него. То есть это духовный закон. Вы говорите Богу слова совершенной воли, и он отвечает вам, он не может не ответить, потому что это слова совершенной воли Божьей. В вашей молитве. Аминь. Может, вы молитесь, Господь, мне нужен новый Мерседес. Мне так, как два, мне нужен третий. Я очень хочу третий Мерседес. Ну, не знаю, Господь, как молиться, как должно. Буду молиться на их языках. И в это время вы говорите, о, я благодарю тебя, Господь. Ты приготовил меня быть миссионером в Китае. Я сейчас продаю свои два Мерседеса. Я не против Мерседеса. Поймите меня. Я не против того, чтобы мы были обеспеченными, и всякая нужда была восполнена. Я верю, что Бог предназначил нам преуспевать духовно, душевно, физически, материально, в семье, на работе, везде. Но есть что-то более важное, просто материального преуспевания. Есть воля Божья. Аминь. И ее вы сможете узнать только, когда вы молитесь духом в святых языках. Поэтому мы назидаем себя. Второе место Писания. Быстренько, быстренько. Восьмая глава. Двадцать шестой, двадцать седьмой стихи. Также и Дух подкрепляет нас немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. То есть Дух Святой находится в вашей ситуации. Он знает вашу жизнь, и Он знает также совершенную волю Божью для вашей жизни. И Он знает, где вы находитесь в этом всем. Как на радаре. И Он знает, что вы сейчас еще в стороне. И Он знает, какие слова молитвы давать вам, чтобы вы их говорили, чтобы это помогло вам действительно выйти на путь под названием совершенной воли Божьей. Поэтому, когда мы позволяем Духу Святому давать нам эти слова, и позволяем этому молитвному языку в нашей личной молитвной жизни сходить с нашего языка снова, 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 и снова, и снова, чем больше мы молимся на иных языках, тем сложнее нам сделать ошибку. Аминь. Аллилухи. Это хорошая новость. Итак, мы молимся совершенно волей Божьей. Дух Святой составляет эту молитву. А как вы знаете, любая молитва предназначена быть отвечена. Представляете, Бог Дух Святой составляет эту молитву, дает ее нам, мы говорим ее Богу Отцу, и Бог Отец отвечает. Это потрясающе. Это сверхъестественно. Я думаю, что вы уже сейчас просто рветесь домой, чтобы закрыться и молиться на их языках. Аллилухи. Итак, мы молимся с помощью Духа Святого. Он ходатайствует за нас, видя нашу жизнь, составляя эту молитву и давая эти слова нам. Но мы именно говорим эти слова на иных языках. Третье место Писания это первое послание Коринфянам 14 глава. Знаете, в течение многих лет это ко мне приходило. Сейчас я вам это все выдаю за 50 минут, но я благодарен Богу за церковь, я благодарен Богу за пятикратное служение, я благодарен Богу за его снаряжение, дары, когда мы с вами можем просто постигать мудрость Божию. Если кто-то учился 40 лет, сегодня мы можем учиться меньше. Если у меня это заняло 6 лет, вы можете услышать сегодня и прямо сегодня начать и двигаться в этом сверхъестественном процессе под названием совершенная воля Божия через молитву на иных языках. Итак, второй стих 14 главы 1 Коринфянам. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. Речь идет о вашей личной молитвенной жизненных языках. Представляете, физически вы находитесь здесь в теле, но в духовном мире нет расстояния. Как только вы открываете свои уста и начинаете говорить эти слова на этом языке, который Бог дает вам, вы стоите прямо лицом к лицу с Богом. И вы говорите Ему, Он вас слушает, и отвечает вам. Это сверхъестественно. Я не устаю повторять это, что действительно молитвы на иных языках это сверхъестественное событие. Если мы не будем слишком много концентрироваться на то, как мы чувствуем, ощущаем мы сейчас помазание, не ощущаем, это абсолютно не имеет ничего общего с тем, что происходит в духовном мире, когда вы молитесь на иных языках. Ваши ощущения могут быть на высоте, могут быть внизу, но не они являются показателем эффективности молитвы на языках, а только вера в то, что вы делаете на основании Слова Божьего. Итак, когда я говорю на незнакомом языке, я говорю не людям, а Богу, никто не понимает меня, но я тайны Божьи говорю Духом. Если я говорю Богу тайны Духом, то для кого они тайны? Для Бога? Конечно же нет. Для моего мышления. Но если я просто верой молюсь, я говорю, мой ум сейчас остается без плода, но я ожидаю то, что Бог отвечает на эту молитву. Практический момент. Когда я учился молиться на иных языках, Бог просто, знаете, ну фактически подтолкнул меня, или я, можно сказать, даже заставил сделать определенные вещи. Вот эти три места писания, которые я вам прочитал, очень, знаете, трогательны для меня, потому что каждый раз, когда я начинал молиться на иных языках, я говорил следующие слова. Господь, я благодарю и славлю Тебя, что прямо сейчас на основании Слова Божьего я буду назидать себя на святейшие веримы и молять Духом Святым. Я благодарю Тебя, Господь, что прямо сейчас я буду молиться совершенной волей Божьей теми словами, которые дает мне Дух Святой. Я благодарю сейчас Тебя, Господь, что я сейчас говорю не людям, но Тебе, и я тайны Божьей говорю Духом. И на основании Марка 11, 24, что когда молитесь, верьте, что получаете и будет вам, я верю, что принимаю эти тайны. Может быть, я пока еще их не понимаю в своем естественном мышлении, но я ожидаю истолкования, я ожидаю мудрости и знаете, что это стало приходить. Даю вам еще один совет. Когда вы молитесь на иных языках и постоянно в этом процессе участвуете, я хочу вам сказать, что у вас должна быть тетрадь, в которую вы записываете все, что есть у вас на сердце во время молитвы, после молитвы. Иногда ответ приходил на третий день. Я молился на иных языках, я чувствовал, что это интенсивная молитва. Я закончил, я принял веру, что действительно тайны Божьи говорились и откровение ко мне приходит, но ничего, на следующих 5 минут, в следующие 5 минут, 15, день, 2, 3, но на третий день приходила потрясающая мысль откровения от Бога, которая изменяла мою жизнь. Аминь. Поэтому в этом всем, как и в любой другой молитве, присутствует вера. Знаете, некоторые люди молятся и спрашивают, ну как, ты думаешь, веришь, что это произойдет? А, не знаю. Я вообще никогда не вижу смысла, зачем молиться, если ты не веришь в молитву. Но когда молитесь, верьте, что получаете. Поэтому будет очень хорошо, когда вы помолились, в конце молитвы сказать, высвободить эти слова веры в отношении своей жизни. Господь, я верю, что назидание сейчас происходило, я верю, что я молился совершенно волей Божьей, и я принимаю веры истолкование воли Божьей, понимание воли Божьей, и я благодарю Тебя. Последний пример приведу. Несколько примеров. Знаете, очень интересно, я помню, молился где-то вот тоже в начале 2000-х годов, я молился, 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 у меня есть хорошая привычка. Я говорю Богу, потом я замолкаю и позволяю Богу говорить мне. А я говорю, опять-таки, в благоговении, позволяя Богу говорить мне, но иногда, знаете, это так и выглядит в нашем необновленном мышлении. Мы говорим Богу, и Бог говорит, отлично, молодец. Мы говорим, о, Бог, все, все. Так, ну, три секунды даю, раз, два, три. Ладно, все, мне пора бежать. И убегаем. Бог говорит, я думал, ты хотел услышать ответ. Ты говорил мне сейчас целый час, и ты не даешь мне говорить. Поэтому очень хорошо, если у вас есть время, или вы просто будете отдельно отделять его после молитвы или потом в течение дня, когда вы замолкаете и слушаете Бога внутри своего духа. И вот когда я слушал Бога после одной из молитв, я услышал одно слово. Германия. Кто-то заслышал уже этот пример. Знаете, когда Бог говорит одно слово, именно Бог говорит. Ему не нужно говорить много разных предложений. Одно слово, это как концентрированная информация. И когда он упустил это слово в мой дух, я понял, что это связано с тем, что я буду в скором времени служить и проповедовать в Германии. Знаете, в то время я за пределы Белоруссии никуда не выезжал. Наверное, за пределы Минска, наверное, редко выезжал. И тут слово Германия. И вот пастор попросил меня проповедовать в воскресном служении в Минске, в церкви. И я проповедую. И в это время у нас, знаете, есть евангелист, который ездит в разные страны. Уже сейчас в разные страны. Действительно, это расширил служение. В то время он только начинал ездить в Германию. И вот он вернулся прямо из поездки и пришел посреди служения, вошел. И он стоит, знаете, вот так позади аудитории и смотрит на меня. Я думаю, я проповедую. Ну, садись, ты смотришь как-то так на меня. Я только закончил проповедовать, он подходит и говорит, слушай, вот я зашел, и ко мне пришла хорошая мысль. Он так сказал. Ко мне пришла хорошая мысль. Давай в следующую поездку, вот миссионерскую, я поеду, я буду в разных церквях, будем общаться с пасторами. Поехали вместе молись об этом. Послушай, что Бог тебе говорит. Я говорю, мне не нужно молиться. Он не понял, конечно, меня, почему мне не нужно молиться, но я уже молился. Понимаете? Вы будете сверхъестественны знать будущее. Конечно, это не будет происходить каждый день. Я помню, однажды я молился на их языках, как раз таки это время, которое я засекал час. И знаете, когда я закончил молиться, я выхожу из комнаты, в это время раздается звонок. И я, знаете, я не успевал подойти, жена подняла трубку, и вдруг я сверхъестественно, просто зная, что кто это звонит, что он спрашивает, и что я говорю да, как бы положительный ответ на это. И жена говорит, слушай, тут звонит человек, и говорю, скажи да. То есть, каким образом? Но Бог, Он просто дает тебе знать сверхъестественно будущее. Я верю, что ваше будущее, знаете, хорошие события в вашей жизни или опасности, которые подстерегают вас, Бог будет предостерегать вас, когда вы будете давать ему возможность молиться на иных языках, и Он будет открывать вам. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Давайте помолимся. Господь, я благодарю и славлю Тебя. Благодарю Тебя, Господь, за это откровение. Благодарю Тебя, Дух Святой, что Ты прямо сейчас в каждом из нас. Я благодарю Тебя, Дух Святой, что Ты помогаешь нам молиться на иных языках. Я благодарю Тебя, Дух Святой, что Ты помогаешь нам назидать себя на святейшей вере нашей. Я благодарю Тебя, Дух Святой, что Ты даешь слова совершенной воли Божьей. Мы молимся словами совершенной воли Божьей, и затем получаем истолкование воли Божьей, и верим и принимаем исполнение воли Божьей в нашей жизни. Я благодарю Тебя, Дух Святой, что Ты даешь нам возможность говорить тайны Божьей Духом, и как говорит Твое Писание, нет ничего тайного, что не станет явным. Поэтому всякая тайная, Господь, которую мы говорим в своих молитвенных комнатах, во время молитвы на языках я во имя Иисуса Христа, Господь, благодарю Тебя, что эти тайны, они становятся явными. Я соглашаюсь верить с моими братьями и сестрами, здесь, в этой аудитории, с теми, кто смотрит нас сейчас, что те тайны, которые Вы говорили Духом, во имя Иисуса, будьте укреплены Духом Святым, чтобы Вы не ослабели, потому что эти тайны, они вот-вот готовы исполниться. Не бросайте это, продолжайте двигаться, продолжайте благодарить Бога за назидание, за мудрость, за откровение, которое приходит во время молитвенных языках, за совершенную волю Божью, и Вы увидите во имя Иисуса Христа, как эти тайны становятся явными, и Ваша жизнь изменяется, и через Вас многие люди благословлены через Ваше служение, через Ваше молитвы, через Ваше действие, через Ваше свидетельство на том месте, в котором Вас поставил Бог, во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь. Аминь.